Хорошо, следующая недельная глава, которую мы изучаем, называется Талдот. Талдот означает родословие. Это Берешит Бытие, 25 глава, 19 стиха, по 28 главу, 9 стих. И Гавтора, это Малахия, с начала книги по 2 главу, 7 стих. Что интересно, здесь говорится Талдот. Талдот это что? Родословие. Начиная со словами. Это родословие Исхака, сын Авраама. Авраам родил Исхака. Эти родословные, видите, идут не по матери, а по папе. Поэтому Авраам родил Исхака, хотя не Сара родила Исхака, да, говорится. Слово Талдот это одно из тоже ключевых слов всей книги Берешит. 11 раз упоминается. Первый раз говорится Талдот, происхождение неба и земли. И для того, чтобы опять-таки начать эту книгу о происхождении, здесь конец предыдущей главы тоже говорит Талдот, да, то есть родословие. И вы понимаете, что родословие это очень важно, да. Мы не какие-то безродные люди, а у нас есть определенные родословия. Если родословие князья в большинстве в своем случае ввели, ну, со времен образования Священной Римской империи, там, примерно, 700-го года нашей эры, и короли с того времени ввели, то евреи ведут родословное, да, уже где-то 4 тысячи лет от Авраама. Поэтому, если говорить о знатности, евреи – самые знатные люди на Земле. И в идеале каждый из нас должен знать свое родословие. И очень плохо, что мы знаем, ну, по крайней мере, бабушек, дедушек еще можем помнить, да. А дальше все в глубине. В советской стране, конечно, было даже опасно знать свою родословную, да, потому что, например, брат мой бабушки поехал в Канаду, и все. И с концами. А может, там у меня где-то сейчас родственники. Еще тогда после. Он был белогвардейским офицером и эмигрировал туда. Кстати, будучи евреем, он был офицером, да. Интересно, да. Бабушка моя блистала на офицерских собраниях в клубе офицерском. Она была красавицей. Моя бабушка очень была красивой женщиной, да. Ну, ей было 16 лет, когда началась война Первая мировая, да. Хорошо. Итак, видите, мы должны знать своих родословных. И очень важно, когда Бог открывает нам родословную или историю своей семьи, очень важно знать. Но я хочу еще немножко рассказать про родословные Авраама. Если мы посмотрим, еще раз говорю, конец. Главы, они условно разделены, да. И сказано 25 глава. Это еще глава Хая и Сары, но по логике она уже относится к следующей главе Талдот. И Авраам еще раз взял жену, а имя ее Китура. Вот здесь сказано еще раз. А кто-нибудь там знает еврейский язык одесский? Я обратно пошла в магазин покупать что-то. Это не значит, что она обратно пошла и будет в этом магазине сдавать. Она опять пошла. Вот именно такой оборот здесь и употреблен. И получается, что Авраам обратно женился. Понимаете? И переводите это, опять ли он женился, или он женился обратно. Потому что имя его новой жизни, да, представьте, ему уже было за сто лет далеко. И дедушка решил жениться. Да, будучи вот таким уже старцем. И еще у него была куча-куча детей. И еще куча-куча внуков. И мы просто не понимаем даже, да, мы как-то вот говорим о родословной еврейской, да. Но оказывается, у Авраама было очень много потомков, которые не являются так, если уже говорить, строго евреями. Но они все равно являются потомкой Аврааму. Поэтому женился он обратно, значит, опять на этой своей жене бывшей Агарь, да. Или эта хетура была другая женщина, возможно, из хетов. Мы точно не знаем. Но традиции считает Авраама обновителем человеческого рода даже в большей мере, чем Ноаха. Слова Торы, Берешит, 2 глава, 1 стих. Вот происхождение неба и земли при сотворении их. При сотворении их там написано вэй-и-барам. Вэй-и-барам. Но мы знаем, что слова Торы можно читать по-разному, да. И есть такое правило, не читай так, а читай так. Поэтому Загар предлагает понимать это. Загар – это мистическая книга, но все равно там есть интересные вещи. Вот происхождение неба и земли через Авраама. То есть не вэй-и-барам, а бэй-и-и-и-барам читать. Переставив буквы, переставив голосовки, мы получаем совершенно другое значение. Помните, Авраам – это не просто отец многих, но отец множества народов. И иудаизм считает Авраама родоначальником не только монотеизма, иудаизма христианства, и слава наказывается и восточной религии. Вот эти дети Авраама, которые не являлись евреями, они были во многом язычники стали, и поэтому есть разное понимание слова «хитура» или «китура». «Китура» может быть от слова «кторот» – запах воскурений. Были у них потомки, интересные имена, отражали их имена, дела. Зимран – подпевающий идолом, Якшан – барабанищий перед идолами. Якшан среди нас был юный барабанщик. Такой был сын Якшан – барабанщик. Он был проотец некоторых арабских племен. Многие из них стали также основоположниками арабских племен. Но были у них и внуки. Внуки. Сын Арамы – внук Хуша. По предположению некоторых, это был народ восточной Аравии. Сын Якшана – внук Авраама от Хитуры. Также семитическое племя Жиши Усти и Фрата. И еще один из сыновей Якшана или Актана – это было арабское племя, названное по имени Сава или Савеи. Савьяни. Откуда с этого племени кто была? Царица Савская, совершенно верно. Которая пришла к Соломону. И на эту страну указывает Исаия, 60 дров, 6. И они из Савы придут, принесут ладан, золото ладан и возвестят славу Господа. И помните, мы говорили, что это была обширная страна, которая занимала территорию современной Эфиопии, Судана, Эритреи, с юго-западной части, вот теперешний, Йемен, Аравийского полуострова, и имела даже колонии в районе Цейлона, Индии. То есть это было обширнейшее государство и богатейшее в то время. Но он особенно интересный, большой для нас, представляет Дедан, или Додон из сказок Пушкина. Он же Дардан. Отсюда Дарданеллы, да? Дардан был основателем Боспорского царства. Это царство занимало Крым и Северное Причерноморье. И данные о малазийской Дардане позволяют локализовать ее пространство приблизительно. Главным источником, который мы можем использовать, это Илиада Гомера. И там говорится о том, что Дардане существовало на севере современной Турции во времена близких к Троянской войне. И когда мы говорим о Дарданах, то есть Дарды, большая группа индоевропейских или арийских народов. Хеты тоже были арийским народом. Ну вот, в частности, по-хетски, женщина-жена Лада. Хмуриться не надо, Лада, говорил Урия, хитиянин в своей жене. А она захмурилась. И закончилось это печально для Урии. Грива – это шея. Дайна – это песня. Похожи, знакомые нам слова, правда? И Дарды, различая западных Дардов, прародиной которой являются Балканы, это эллирийцы, фракийцы и кельты. Мы уже говорили о кельтах и какую роль они сыграли в истории Европы. Кельты – это галы, геллы, галаты, галы прародителей французов, Галисия есть в Испании, Галичина есть в Украине. То есть украинцы, по крайней мере, западные украинцы, являются прямыми потоками Авраама. Также есть Дарды Индии. Вот по этой причине санскрит, язык древнеиндийского эпоса, воспринимается как искаженный русский или украинский язык. Дарды Индии, как и пиласки среди Заменвория, принадлежали к индоевропейской группе народов, которые, как и пиласы, в индийских лесописках назывались варварами. И если смотреть о индийских племенах, которые упоминаются в Индии, оказывается, там Бхарата, Куру, Яваны. Яван – это кто? На еврейте? Греция совершенно. Яваны. Ванайи, Варвары, Бреги. Бреги или Бриты, британцы. Меру, Шаки, Ладаки, Мацьи и так далее. А также Куреты, Ионийцы. Куреты – это кто? Курды современные. Они тоже потомки Авраама. Ионийцы, Венеты или Вандалы, мы о них будем говорить, да? Венеция они оставали, Вена. Вот. Венеты, Берберы и Фригийцы. Фригийцы. А также Саки, Лидийцы, Мессийцы и Турсены. Саки, Саксы, Германсы. Так что Гитлер плохо изучал Библию. И если по большому счету, то Арийцы Европы – потомки Семида Авраама. Вот такой вывод родославный. Да. Саки, Саксы, да? Саки, есть Саксы. Это немножко разные племена. Вот. И Ассирийцы. Ашур. Ашур тоже упоминается в Библии. И как потомки Авраама, и как отдельное племя, да? И когда говорится о Леумих, Леумим означает вообще нации. Вы можете посмотреть родословную Авраама. Я вам подробно говорить не буду, если кому-то интересно почитать. Здесь у меня много интересных исследований. Итак, родословная Исхака, сына Авраама. Авраам родил Исхака. И было Исхаку 40 лет, когда он взял себе жены Ривку, испадан Арама, дочь Бедуэля Арамейца, сестру Лавана Арамейца. А дальше произошла очень интересная вещь. 20 лет у них не было детей. И долго просила, долго просила Ривка детей. Когда у нее появилось двойня, она сказала, лучше бы я этого не делала. Правда? Ну, пока мы сейчас немножко поговорим. Откройте, откройте, читайте. Смотрите. Давайте, давайте. Так. Вот, видите. Молился Исхак Богу жене своей, так как она была бездетна. И Бог ответил ему, зачала Ривка жена его. И толкались сыновья в утробе ее. 22 стих. Так. И сказала она, если так, зачем же я молилась? А у вас как нам написано? Ничего нету. Ничего нету. Ну, честно, зачем же я молилась? Сказала она. Очень интересно, если вы читаете Тор и дословный перевод с оригинала. Правда? Молилась, молилась она 20 лет. А зачем я это все делала? Бедная я, бедная. На мою голову все это. Вот так. Ну, сейчас немножко поговорим об Исхаке. Видите, про Исхаком мы мало что знаем. И очень мало о нем говорится, меньше, чем всех наших праотцов. Да? Сколько у нас праотцов? Три праотцов, четыре праматери. Да? Если говорить о тех гостях, которые приходят к нам в Суку. А в Суку какие у нас гости? Как они называются? Ушпизим. Да. И вот Ушпизим приходит. Там приходят Авраам, Исхак. Да? Так дальше. Яков. И про Авраама говорится, что он ура, сила. Да? Исхак, он что, удерживающий. Да? И так далее. И про Иосифа говорится, что он праведник. То есть каждый имеет определенную черту характера. То вот Исхак, он как бы является тенью своего отца. Он не делает что-то новое. Да? У него были какие-то наследия, какие-то колодцы. И враги засыпают колодцы, а он что? Опять их отрывает. И помните, это похоже на то, что делается иногда, когда в истории церкви говорится про различные виды церквей. Там сказано, ты удерживай только то, что у тебя есть. Вот то есть Исхак, он является удержащим. Видите? Авраам Авину – символ благородства, способности отдавать. Исхак Авину – символ вура, сила, способность удерживать. Иаков Авину – символ борьбы, Исраиль, боющийся с Богом за Божье благословение. Маша Рабейну – он наш учитель. И так далее. Иосиф Гацадик – праведник. Давид Гамелих – царь. Это царственность. И все это черты характера Мессии. Согласны? Благородство, сила, способность отдавать, способность удерживать, способность учить и так далее. Способность бороться за благословение и давать нам это благословение. И Иосиф как-то даже, и Исаак в какой-то мере даже повторяет ошибки Авраама. Интересно, получается, если взять жену Исхака Ривку, и он там приходит к царю Авимелеху, даже мы не знаем, тот ли самый царь Авимелех, или прошло столько времени, может быть, это был уже другой царь с таким же именем. Ну, что для нас интересно, да, о колодцах. Видите, колодцы, да, Иисус сел у колодца, да, нам бы только у колодца и впасть на колодцы. Не у колодца, да, возле колодца. Видите, колодец – это источник воды. Вода в пустыне – это жизнь, да, и говорится, Маим Хаем – живая вода. Будет живая вода, да. Это когда колодца, говорит Исаия. И каждый из них будет как защита от ветра и покрова от непогоды, как источник вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И Исаия, 55 глава, то же самое цитирует Ишуа. Жаждущие, идите всех водам, даже вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Правда? То есть Бог проводит нас, но Он дает воду жизни. Итак, 26 глава, 12 стих. И посеял Ицхак на земле той, и получил тот год урожай стократный, и благословил его Бог. И стал Ицхак человеком заметным, и росло его достояние все больше и больше, пока не стало безмерно велико. Если Авраам был миллионером, то Ицхак был мульти-миллионером, да? Если Авраама соседи уважали, то Ицхаку они что, завидовали? Да? Зазрис такая была, что... Ой-ой-ой. Был у него и мелкий скот, и крупный, и огромное хозяйство, и стали завидовать его плещим, филистимляне. Видите, тут мы уже видим, что поменялось население. В окружении Авраама кто жили? Хеты. А здесь вдруг появляется кто? Плещим. Слово плещим означает захватчики, да? Это люди, которые пришедшие с островов Средиземноморья. Их еще называют народы моря. И они в свое время пытались даже захватить Египет. Ну, с Египтом у них не получилось, поэтому они захватили сектор Газа и прилегающие к нему территории. Однако это не были совершенно другой народ, не те, что теперешние палестинцы, чтобы вы понимали. Аврабы теперешние к палестинцам тем абсолютно не имеют никакого значения. Но палестинская проблема уже оказалась к этому времени, да? И плещим начали делать ему всякие пакости. 26 глава 15 стих. Все колодцы, которые выкапывали слуги отца его Авраама, когда он был жив, засыпали плещим и заполнили ямы землей. Вот интересно, как вы думаете, им самим вода нужна была? Они готовы были сами без воды сидеть, лишь бы соседу не досталось. Интересный народ был, да? Чем-то на некоторых наших украинцев похоже. Что у меня корова сдохла, так чтобы у соседа была сдохла, да? Можно подумать, что в этих колодцах они не испытывали никакой нужды. И 26 и 18 стих говорит, но откопал из-за колодцы, которые выкопали во дни его отца Авраама, и которые филистимляне засыпали после смерти Авраама, и назвал их теми же именами. Интересно, что имя колодца тоже имело важное значение. Вообще географические имена. Вот смотрите, даже у нас происходит революция, и тут же начинают переименовывать все улицы. Правда? Имеет значение. И люди приходили к колодцу и говорили, это колодец Господа, видящего меня. И сразу думали, кто же это Бог, который видит меня. Правда? Вот такие названия давал колодцам Авраам. Смотрите. Биэр Лехаэ Раи. Источник живого, видящего меня. Биэр Шева. Источник клятвы Елизавета. А потом эти колодцы стали называться по-другому. Эсек. Распря. Сидно. Раздор или ненависть. Потому что эти колодцы, что, выкапывал Исаак? А что, поделали? Лишь с ним засыпали. Самое интересное, что если был Исаак так богат, наверное, у него было много в племени людей. Больше, наверное, чем у Авраама. Ну, в крайнем случае, он мог взять деньги и нанять соседние племена. И так их раскатать, как ту же грелку этих верстимлян. Но, вы видите, ради мира он просто уходит на другое место. Он не хочет с ними заводиться. И только потом, выйдя на обширное место, да, как был он в Сур, в Сурисах был, и вышел на обширное место. И это похоже на то, как вышли египтяне, евреи из Египта. И он назвал Рахавод, обширное место. И сейчас такой город есть у Израиля. И 26-я глава говорит, завидовали ему плештим. То есть, все против тебя. Вот жизнь, можно было бы сказать, три этапа. Три этапа, которые были и в Холокосте. Первый этап. Они засыпали колодцы землей, чтобы не было воды, и никто даже не вспомнит, что она когда-то здесь была. Второй этап. Вслед за враждебными акциями отброса общества, приходит официальный правительственный указ. И издал его никто иной, как старый друг царь Авимилех, который совсем недавно, чуть даже не попользовался его женой. А раньше до этого говорил Авраам, если кто прикоснется к этому человеку, и к жене, и вот этот предан будет смерти. Бытие 26-я глава 11 стих. Вот этот самый Авимилех говорит совсем другое. Бытие 26-я глава 16 стих говорит. Авимилех сказал Исааку, удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас. Похоже, это то, что происходило с евреями, когда их изгоняли из какой-либо страны. То есть сначала различные хулиганские выходки, да, вот, и попытки разграбить, а затем уже активное выселение. То есть, можно сказать, после погромов, да, которые проводили филистимляне по отношению к Исхаку, Авимилех издал указ о том, чтобы еврею выселить из своей страны. Вот, то есть, это очень похоже на то, что в последующем делали очень многие правители. И какая причина, видите, потому что они были сильными, богатыми и умными. Но не потому, что евреи сильные, богатые и умные, а потому, что им покровительствует Бог. Правда? Евреи находятся в завете с Богом. Да. И, несмотря на все это, продолжал Исхак следовать избранному пути, искал новые источники воды, которые давали благословение этим засухшим местам. Интересно, традиция говорит, что последний колодец он вырыл собственноручно. К этому времени слуги уже отчаялись и не видели смысла продолжать поиски, поскольку все равно каждый раз жители Герара сводили их труды на нет. Они наверняка пытались убедить Исака либо уйти дальше в пустыню, либо взяться за оружие и преподать урок наглым соседям. Протест оказался в полной изоляции. Он один продолжал верить, что, проявив достаточное упорство, в конце концов, удастся превратить врагов в друзей. И, по крайней мере, они поймут, что его не сломить. И вот этот последний колодец, который он вырыл, он называл просторное место. И до сих пор существует в Израиле, на этом месте, город. Представьте себе, события, которые произошли 4000 лет назад. Такие удивительные вещи могут происходить только в Израиле. Правда? И нарек он имени Рехавод, ибо, сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. А тогда же очень похоже также на то, что происходило в Нееме, 4 глава. Можете почитать с 1 по 23 стих. Когда строили стену и восстанавливали Израиль. Тогда многие народы восставали против Израиля и сказали, если вы придете, сделайте стену, там мы лисиц пустим, лисиц захвастет. Махнет, и стена ваша свалится. И тогда они вынуждены были строить, держа в одной руке оружие, а в другой руке инструмент. И когда евреи вновь приходили на земли, это уже было в 20 веке, да, что происходило? Они всегда строили, была такая система, да, стена и башня. Хама-ум-игдаль. То есть, вначале брали, ну, если вы посмотрите фильм, нет, все-таки в Адовов фильмы показывает, да? Как это делалось? Вот брали молодые люди, там несколько грузовиков, грузили все необходимое, выезжали на место. Причем это не было место захваченное. Это было какое место? Купленное. Купленное. Все территории, которые до 1948 года евреи заселяли, они покупали. Опять-таки вопрос искупления. Земля принадлежит еврейскому народу. Бог сказал, что это еврейский народ. Они покупают у народа, который вообще не имеет на этом никакого отношения. Да, подобно тому, как наш праотец Авраам предпочел лучше купить и заплатить деньги, и немало денег, да, за пещеру Махпелла. Это, можно сказать, было первое еврейское приобретение. И вот на этом месте они возводили укрепление, то есть стену, да, частокол деревянный и башню сторожевую. А затем уже возводились все остальные постройки. То есть за сутки они возводили уже крепость. И тут же вырывали окопы, ставили точки, и одни дежурили, значит, на этих местах, а другие строили дальше свой поселок. Вот такая происходила даже в 20 веке. И вот такое важное, что от Иоанна Крестителя до ныне Царства Небесной силой берется и употребляющий усилие восхищает его. Еще раз говорю, мы находимся на стороне победителя, да, дьявол побежден. Но для того, чтобы войти в землю, мы что должны? Применять усилие, да. И здесь не говорится, что это только до смерти Ишуа было действительно. Я думаю, что когда говорится до ныне, это и до ныне. Царство Божие как берется? Силие. Ну, некоторые говорят, что другие восхищают, но это уже словесная такая шелуха. То есть нам нужна способность упорно продолжать начатое, и она не менее важна, чем гений и сила зачинателей. Задача сыновей – удерживать тот курс, который взяли отцы. Они должны раскапывать колодцы. Отцы роют колодцы, создавая нечто новое. Но враги повседенная обыденность засоряет и засыпает их. Правда? Это подобно тому, как вся суета житейская, она засыпает семена, да, и семена проросшие заглушаются вот этими сорняками. Задача сына – вновь раскопать колодец и дать людям воду. И дальше говорится о первородстве. Первородство или переворотство. Я так заглавил. Знаете, я люблю давать лавам, да, такие названия, как если бы это была газетная какая-то статья. Видите, два брата и две судьбы. И сварил я раз Яков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Якову, дай похлебать мне красного, красного этого, потому что я устал. И до этого дали его прозвище и дом. Но Яков сказал, продай же мне теперь такое свое первородство. И сказал Исаву, ведь я хожу до смерти. На что же мне первородство? И сказал Яков, клянись же мне теперь. И он поклялся ему и продал свое первородство Якову, и дал Якову Исаву хлеба и похлебку из чистой лицы, и он поел и попил, и стал, и шок, и пренебрег Исаву первородство. Вот христианская традиция все говорит однозначно. Хитрый жид, Яков, обманул честного и порадочного Исава и забрал у него первородство. Вообще бедный Исава, мама его не любила. Отсюда все его проблемы. Радно? Меня мама не любила. Вот так. Но в действительности, если смотреть, видите, дети выросли, они еще толкались в животе матери, так что ей плохо было, она говорит, зачем даже я молился. Исав человеком искусным звероловстве, человеком полей, а Яков стал человеком кротким в живущих шатрах, да? И, видите, Исав, кажется, искусный зверолов и человек полей, но это не лучшая характеристика. Вы знаете, когда говорится об охоте, у евреев охота разрешается только для чего? Для пропитания, да? И это как вынужденный случай, если нет возможности использовать скот. Но охота, любая охота ради, как говорится, спортивного интереса, как у нас обычно это часто делают евреями, запрещена. В то же время многие цари и князья у всех народов считались охотниками, и это проявлялась доблесть своего рода, да? Первым таким звероломом и охотником был Немрод. Немрод, который руководил всемирной стройкой, да, вавилонским проектом. И поэтому он сравнивается с человеком хладким, положительным и отрицательным. Да, отрицательным, да? А! Яков был человеком смирным, кротким. Кроткий – это очень сильная характеристика. Кроткий – это не значит слабый, да? Про Ишоа в Мессии сказано, что льна курящаяся не преломит. Живущий в шатрах, потому что он что? Учился в Божьей мудрости. Живущий в шатрах, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании разлетителей, но в законе Господа волей его, и о законе его размышляет он день и ночь. Вот это и есть человек, сидящий в шатрах. Да? И если говорить, как говорили, вот, дай похлебать мне красного, а опять-таки это все перевод, вы понимаете, литературный перевод, значит, что он буквально сказал? Залей мне в горло этого красного. Залей мне в глотку этого красного. Глогол используется здесь для описания действий, не встречается больше в тексте Торы. Он служит созданием образа животной жадности и неиздержанности. Как вы думаете, мог бы он дождаться, пока эта похлебка сварится? Ну вот мы все хотим все сейчас и сразу. Да? И продай же мне свое первородство. И можно вдумать, что Яков насмехается. Но вы знаете, что интересно, что, видите, дело тут не в чечевичной этой похлебке, а потому что сам Исав говорит, ведь Я хожу на смерть. Более правильное прочтение, ведь Я приближаюсь к моменту смерти и непременно умру. Знаете почему? Потому что первенцы должны были быть первосвященниками. И Абрам мог быть первосвященником? Мог, да? Исак мог быть. А Исав, если бы он приступил к жертве, что с ним случилось бы? Он бы умер. И говорят, что Исав сам хотел каким-то образом избавиться от своего первородства. Ну, как говорится, от нечего с паршивой хоть шерсти клок. А потом его уже задело, когда Яков таким образом взял первородство. Он говорит, ведь Я хожу на смерть, то есть приближаюсь к моменту смерти и непременно умру. Так говорит еврейская мудрость. Исав сам понимал, что как только он принесет первое жертвоприношение, что с ним произойдет? Вынесут его от жертвы вперед ногами. Как случилось, а потом, помните, с некоторыми сценариями, да? Да. Как их звали? Помните, этих двух священников, которых унесли ногами вперед? Надав и Авиу, да? Да, сыновья Аарона. Хорошо. Итак, Исав продал свое первородство так дешево не потому, что был голоден, но потому, что ценил его недороже чечевичной похлебки. То есть ключевые слова, что продал, пренебрег Исав своим первородством. И если Исав пренебрег своим первородством, то Бог что сделал? Перебрег, пренебрег Исава, да? Поэтому и сказано, что Якова он возлюбил, да? А Исава возненавидел. Тот же самый глагол пренебрег, получается. То есть, различил, сделал различие у него и отверг его. Это произошло даже до того, как они родились. Почему? Потому что Бог все заранее знает. Это мы не знаем, да, что будет в следующей минуте. Поэтому, слава Богу, мы имеем полную свободную волю. Еще вот даже сами имена их, видите? Исав означает какое? Волосатый. Волосатый и красный, эдом, да? Вот, Сеир, еще название. Сеир, видите? Хосматый, волосатый, Волох, отсюда Велес. Мы уже говорили, Велес это Бог славян, да? Вот, как мы его говорили? Велес и Перун, да? Бал Перун. Эбал Феор. Это и у славянам тоже оказались те же самые боги. Может быть, из-за того, что они тоже были потомками Авраама, украинцы, но как-то у них эти боги оказались. Может быть, потому что они общались с евреями. Вот интересно, что Яков породнился с Лаваном, да? Белым. А Исау породнился с жителями горы Сеир, с волосатыми. А еще сегодня Сеир, это козел и одновременно дьявол. Вот дьявола представляют каким? Как козлом, да? С рогами и с волосами, да. И вот возникла такая разница. Яков породнился с Лаваном, а те были красные. Вот белые и красные, видите, это оказывается символы, это оказывается символы, да? Еще идущие с того времени. И вот белые и красные воевали друг против друга, да? Удивительно. Красный цвет, это как цвет крови. Это цвет Исава. Интересно, что красные, видите, коммунисты имели знамена. Фашисты у них какие были знамена? Красные. И римляне, какие имели знамена и какую форму? Красные, да, римские легионеры. И потомки Исава, среди потомков Исава, если мы посмотрим родословную, будет ли у нас сегодня время, не знаю. Там оказывается один такой паренек, который звали Эней. Эней, который был паромок моторный, ну, Котляревский так это, типа, шутку изобразил, но это на основании действительно существовавшей поэмы, которая называется Энеида, да? И если смотреть старые греческие вот эти все поэмы, они действительно соответствуют тому, что происходило. Даже трое нашли, благодаря Гомеру. И вот этот Эней, после различных своих приключений, а кто такой Эней был? Сын царя Трои, да? И он со спавшимися троянцами переезжает в Италию. И как раз в районе Рима, да? И они строят Рим. То есть римская цивилизация, это есть прямое потомоково? Исава. И вот видим, Исав был первым, так сказать, ну, антисемитом, не знаю, он тоже семитом был, если разобраться, но антиевреем он был сто процентов, правда? Корень, слово антисемитизм неправильный. Да. Вот. И если мы говорим об Исаве, еще можно сказать, что Исав, похоже, если заменить Алиф на Айн, получается, Асуи, сделанный, законченный, он вышел уже как законченный человек. Ему не надо было учиться, и каких бы успехов он не добивался, это были его личные успехи, да? Яков учился постоянно. И еще, имя Исав созвучно Гэ-Шав. Гэ-Шав, вот пустота. Два побега вышли рядом с земли, один Мирта, другой Черновника. Вначале они мало отличались друг от друга, говорит еврейская мудрость. Но когда выросли и расцвели, то люди что видели? По плодам их. И языческие традиции, и язычество церкви, можно сказать, произошло от кого? От Иакова? От Исава. И я такую вот интересную построил, как бы, параллель, что мы в церкви можем видеть и Иакова, и Исава. И оба они праведники. И оба они служат церкви, да? Можете написать под заголовок «Яков и Исав в церкви». Так. Иаков слева. Человек о размышлении. Не торопится с выводами. Мышление у него какое? Еврейское. Значит, Яков, человек о размышлении, не торопится с выводами. Мышление у него еврейское. Главное для него не действие, а стремление к шалому. Шалом – это что? Гармония, да? Это не только мир, но гармония. Исав. Исав – человек действия. Мышление у него эллинистическое. Черно-белое. Так или по-другому. Полагается больше на свой опыт, на свои знания и свой разум. Яков. Я буду быстрее говорить, потому что у нас мало времени. Вы потом можете эту таблицу переписать. Яков – хороший учитель, утешитель, понимает, что мы все несовершенны, умеет прощать других и себя. Исав – отличный организатор, администратор, обличитель, борец за справедливость, трудно прощает поступки, ошибки свои и других. Бывают, вот, пасторы Исавы, и пасторы Иаковы, да? И те, и те цены, но есть разница. Если в Иакове говорится, то главное, кем он является в глазах Бога. Для Исава, что главное? Главное, то, что он делает. Если говорить о пасторе, да? Яков – он пастор, а не охотник. Он не стремится к количеству, но работает углубленно с каждым человеком. Метод его – пропаганда. Чем отличается агитация от пропаганды? Если я разбрасываю листовки, это что у нас? Агитация, да? Но если сел с человеком, и эту листовку внимательно прочитываю, и рассказываю, и объясняю, что в ней написано, то что уже? Это пропаганда, да? Итак, метод Иакова – это пропаганда. Плод его не виден сразу, поэтому Исав считает его бездельником. Иакова – охотник за душами. Вот он хороший евангелист. Он собирает миллионную церковь, а потом его овцы все разблюдаются. Потому что он не пастух, он охотник, правда? Охотник за душами, хороший евангелист, приводит ноги к Богу, но предпочитает не работать с ним дальше. Ну, хорошо, если есть там в церкви Якова. И к этому Якову он ее направит. Метод Исава какой? Агитация. Он любит работать с массами. Его плод видит сразу. Я уже говорил. Шесть раз уже все. Население Украины покаялось. Да. Вот такие Исавы и проводили евангелизацию. Для Якова церковь – это больница человеческих душ. Он сделает все, чтобы отыскать заблудившуюся отцу и вылечить больную. Для Исава церковь – поле боя. Паршивая отцу пинает ногой и считает, что больную отцу лучше зарезать, чтобы не заражало других. Бывают у нас такие деятели церкви? Яков – терпелив, усидчив, стабилен. Исав – талантлив, даже гениален. Хочет все сейчас и сразу. Все или ничего. Но он нестабилен и легко поддается эмоциям. Яков ищет Бога. Исав ищет Божьего. И если сравнить двух сестер, Машу и Марию, или Марту и Марию, у кого? У Якова характер кого? Марии. Да? У Исава какой характер? Характер Марты. Хорошо.